значит первое я не уделяю и не уделял внимание своему внешнему виду как тело так и одежда то есть у меня было я вот выкуливался не бритая абсолютно при том это не брит из было не ухоженная понимаете да а так вот просто какой-то клочок такой волос за лицом я не ухаживаю не ухаживал должным образом тоже сейчас я начал такие жесткие таблетки пить для этого всего дорогущие ну об этом наверно позже одежда одежда уца зала неопрядность одежды то есть я мог прийти каких-то спортивных паленых одеждах так как не звали здорово мешают давайте пока на паузу что ли нажмем подождите просто продолжаем можно было сразу скипнуть представляют независимую социологическую компанию представляют только создает мнение когда все месяц не до этого вы меня отвлекли очень была такая неопрятность в одеждах до спортивный костюм там паленый из которых там из которого нитки вытаращиваются при том он больше чем я на размер скажем прямо все это вот так выпячивалась соответственно вот идет проблема такого характера да дальше что касается меня самого боюсь ли я девушек скажу честно девушек я боюсь также как боюсь всех людей не больше просто девушек я понимаю меньше чем мужчин разумеется кстати почему-то теток постарше я понимаю лучше чем вот девушек молодых объясняю как как вам сказать с бабы спроса нет есть такая пословица нет поговорка наверное соответственно они противоречат своим действием то есть говорят одно делают совсем другое непоследовательно абсолютно вот тут я путаюсь иногда но конечно понимаю что вот еще раз спроса нет ну как бы не принимают до сих пор то есть стесняюсь а в принципе всех смущаешь людей понятное дело что все идет из детства мысль над этим работаем да то есть как бы не все потеряло бы просто вот эти вот импринты с детства впитываемые психологические они дают о себе знать и во взрослой жизни я себя уже считаю взрослым человеком но все-таки еще молодежью молодежь в принципе это вот основные такие вот стеснительность дальше от этой стеснительности идет от скромности стеснительность первое тоже идет зажатость то есть мне приходится напрягаться напрягаться чтобы как бы через через себя все это пропускаю чтобы бороться со стеснительностью на это уходит на любую борьбу энергии соответственно я напрягаюсь напрягаются в том числе и в том плане что я стесняюсь само под собой подразумевает стеснение что ты такой весь напряженный это девчонки быстро видят не будем называть их девками тетками как бы это отталкивает больше всего плюс еще когда у тебя забыл слов оставлять забывая за лекарство слова в общем эндогенная депрессия в общем вспомнил когда у тебя постоянно плохое настроение вот фоном идет постоянно я сейчас тоже пытаюсь над этим бороться очень это ненависть абсолютно для девушек абсолютно нет терпеть не могут они это состояние быстро рассчитывают им кажется что чувак с большим подвохом наш не могу сказать напрямую шоу ну да вот так вот я ощущаю себя так так сейчас так сейчас так вот чувствую а вот зажался вот из-за этого тут у меня то все люди ходят все таки и так далее в принципе я считаю что работа над собой как бы у меня характер до сих пор полностью не сформировался хотя он формируется там в раннем то по досковом периоде и так далее да я чувствую что я себя еще выковываю то есть не до конца еще все там вот три основные позиции из-за которых даже уже выходит 4 до соседа вот зажатостью которые девчонок отталкивают соответственно я думаю может быть что-то в открыт отвлекается и у вас давайте пишите как вы считаете должно быть постоянно взаимодействие иначе какой смысл вести канал мы же я же с вами общаюсь это не мне монолог это диалог просто я там а вы пишите по ту сторону в принципе основное то что искал над этим я работаю сейчас препаратами немножко стало полегче это действительно не могут перековать все нейронные связи создавшиеся вот за промежуток весит от кстати от чего это все идет детство да у меня очень кривые зубы были но над этим я уже работала сейчас такая нижние кривые по сути наплевать небо и земля посолею с тем что я была передняя нормалек там вот так вот все наперекосяк шло и мне это такой дискомфорт у меня вызывало значит следующее что было есть прыща сейчас я до сих пор как бы но я борюсь с этим говорю это я тоже говорил кстати уже упоминал горы забываю про внешние да сейчас я стараюсь очень бороться жру таблетки которые 30 штук стоит 3000 то есть а их нужно два раза в день то есть на месяц 6 косарей рублей ты тратишь на эти препараты только дополнительно нужно еще дичайшую диету соблюдать но тут как вот еще проблема что я не могу соблюдать дичайшую диету сладкое не есть я зависим от сладкого соответственно возможно сладкое каким-то образом тоже вредит может быть вредит на выработку тестостерона откуда мы знаем на того же серотонина естественного и дофамина может быть но что ты как бы неестественно повышаешь до большого уровня потом это все требует снова восстановления не хватает ресурсов организма естественно упила сейчас вот советский препарат антидепрессивные амитриптилин ну что я могу сказать говорю состояние частично улучшилось но есть такие вещи которые еще раз давным-давно тут забиты уже в мозге как бы их надо по идее управлять когнитивно поведенческой терапии но это можно делать и самому но желательно чтобы кто-нибудь над со стороны наблюдал там психиатр психотерапевт на худой конец психолог ладно не буду оскорблять психологов нет либо психолог что мы понимаем что психологом может быть человек в общем-то без образования а когда ты доверяешься психо этим ребятам должен варяться полость то есть твою волю твою жизнь они берут под полный контроль теперь на них ответственность за тебя как бы чем больше учишься разумеется тем ты умней тем как опыта больше становится были вот такие вот дела это вот про психо ребят не буду вас задерживать говоря